Литературный альбонах Увецкое водохранилище в третий раз вышел в свет. Презентация на этот раз проходила в Энергоуниверситете. Студенты заранее знакомились с новым сборником и подготовили вопросы. Например, почему составители и сами авторы допускают нецензурную лексику в текстах. Мата ради мата в альбонахе нет, поясняет один из создателей сборника Николай Голубев. Ненормативные словечки появляются в речи героев, что позволяет выстроить более полный образ. Он может быть интересен, я надеюсь, и нашим студентам, и преподавателям откроет для них какие-то грани новых проблем. И в нем они смогут найти что-то для себя интересное, в том числе и современной литературной традиции российской, тоже познакомиться. Оформлением этого сборника занимался известный ивановский художник Валерий Бахарев. Его смелые полотна хорошо известны не только местной публике, но и за рубежом. В третьем номере Увецкого водохранилища он и автор текстов, и иллюстратор. Стоит признать, что обложка именно в его исполнении получилась самой яркой. Мы видим здесь человека, который шествует на фоне ветреного переменчивого пейзажа. Непонятно, куда он идет, зачем он идет. Мы не можем разобрать лица, что-то мрачное, суровое, как будто бы даже и неживое. Но если приглядеться, что внутри этого человека, внутри этого тела, мы видим буйство красок, неуспокойность. Мы видим жизнь, боль, кровь. И я прочитаю вам одно стихотворение из Альманаха. «Сколько же боли в одном человеке, не знает никто, и откуда растет преодоление всего». Вот Альманах, он про это, про человека, про его внутренние боли, страхи. Снова благодаря Альманаху провинциальная Иванова на какое-то время стала центром современной литературной жизни. Авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и других городов опубликовали здесь свои тексты. Особое место в этом сборнике, по мнению составителей, занимает произведение Евгения Эйдина. Он работает в правительстве Красноярского края и пишет весьма откровенные рассказы о чиновниках.